Здравствуйте, меня зовут Юрий Тищук, я представитель компании бытовки РФ. Наша компания производит не только блок-контейнеры и модульные здания, а также выполняет различные объекты из морских блок-контейнеров. Это пункт питания, столовая, оснащена на 20 персон стульями, креслами, столами и всей необходимой мебелью и утварью, которая нужна для полноценной столовой. Также первые 3 метра отделены под зону питания, под зону готовки. Там повара одной из компаний, которая в данный момент производит работы в Новом Уренгое, они будут с легкостью в данном контейнере готовить еду и кормить своих сотрудников. Также на данный заказ поступил заказ на 20-путовый контейнер в туалет, и следом двойный, это идет банно-прачечный комплекс на 6 человек. Мы регулярно выполняем заказы не только блок-контейнеров модульных зданий, но также из морских контейнеров. А как известно, морские блок-контейнеры, они обладают своей герметичностью, своей вандало-стойкостью и своими хорошими характеристиками. Конечно, переделка из морских контейнеров обходится дороже, чем блок-контейнеры обычного типа, 6-метровые. Но благодаря нашему опыту, нашему качеству, вы получаете контейнера высокого качества, которые прослужат вам долгие годы. Для примера, после закупки данных блок-контейнеров на одном из морских терминалов, мы делаем полностью зашкуривание данных блок-контейнеров, избавляемых от лишней ржавчины, грязи, пыли, после чего идет нанесение нового слоя краски. И, как вы сами видите, контейнер 92-го года выпуска, после обработки его нашей компанией, приобретает хороший, презентабельный и красивый вид, который на строительных объектах прослужит еще долгие годы. Часто морские контейнера переоборудуют. Переоборудуют под офис, переоборудуют под банно-прачечные комплексы, под столовые. Хочу представить вашему вниманию вот один из продуктов. В данных контейнерах из двух обычных 26-метровых соединено в модульное здание. Внутри это банно-прачечный комплекс, который в ближайшее время будет доставлен в город Новый Уренгой, где ведутся работы по добычке нефти. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok